Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Юлия Ефременкова и Сергей Кучеров пришли к компромиссу. Как вы помните, Юлю отправляют на Сейшелы на два месяца работать ведущей. Сергей проведет с ней на островах один месяц, а затем отправится в Магнитогорск. Он будет учиться на парикмахера. После окончания учебы он вернется в Москву и устроится работать в московский салон красоты. Маргарите Овсяниковой понравился новенький Кевин Кузнецов, но он не ответил ей взаимностью. Так что Овсяникова ждет новых парней на Дом-2, ну а пока что флиртует с Иосифом Аганесяном. Как у Иосифа горят глаза, когда он смотрит на девушку, замечают на острове все. В очередной раз поругались Мэри Кулешова и Саймон Марданшин. После фразы Мэри о том, что Саймон не мужик, он швырнул в девушку банкой. Если бы не вмешались другие участники, он бы вымыл ей рот средством для мытья посуды. Зрители отмечают, как изменился Марданшин и по части истерик он уже переплюнул Купина. Саша Шева и Денис Ковалев снова сошлись после того, как они побывали в отеле без камер. На Алексея Чайщица нашелся компромат. Объявилась его бывшая девушка Юля, у нее оказывается двое сыновей от Леши. И он не платит алименты. Также она раскрыла его реальный возраст. Алексею на самом деле 35 лет. Ну а Чайщица ждет на проект новую девушку из Белоруссии. Он давно общается с ней в сети. Ольга Рапунцель фотографировалась для новогодней обложки журнала Дом-2. Ольга Бузова поделилась фотографиями с новогодних съемок. Стало известно, сколько Бузова будет получать за работу на Первом канале. Примерная сумма ее гонорара около 2 миллионов рублей в месяц. Но ей придется много работать за эти деньги. Программа будет выходить 5 раз в неделю. Тата Блюменкранц рассказала подписчикам, что ее дочери вылез первый зубик. Тата скоро откроет свой собственный бизнес. Она хочет открыть небольшое кафе-кондитерскую с невысокими ценами. И это случится уже совсем скоро. Дима Талывов думает об открытии магазина. Правда, какой одеждой он хочет заниматься, женской или мужской, пока еще не решил. Саша Артемова и Женя Кузин заключили брак. Артемова была в светлом брючном костюме и в красной шляпке с белой вуалью. Евгения Феофилактова в марте этого года ездила в Минск. Появились интересные подробности ее поездки. В Минск ее пригласил один белорусский депутат. Там планировалось светское мероприятие. Жена депутата была в отъезде. Женя расположилась в загородном доме политика. Она публиковала много фотографий из этого дома на фоне интерьеров. Когда жена депутата узнала о пребывании Феофилактовой в ее доме, то она рванула домой. И глупую любовницу депутат срочно отослал на родину. На этом и закончилась ее политическая карьера, о которой она уже начала было мечтать. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры дома 2 на канале ТНТ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok